Здравствуйте, я врач-стоматолог-картодонт Суворова Олеся Владимировна. Это видео для тех, кто собирается начинать исправление прикуса брекетами или уже их носит. В нем я расскажу, что делать, если открылся брекет, сдвинулась дуга, порвались резиновые тяги или потерялся брекет. В каких случаях вы можете попробовать исправить проблему самостоятельно, а в каких надо бежать к ортодонту. Итак, сразу после фиксации брекетов они держатся слабо. Пломбировочный материал должен полимеризоваться полностью, на это уходит как минимум сутки. В это время брекеты надо особо беречь, но вы еще не привыкли, поэтому даже прием пищи, который состоит из мягких продуктов, может привести к отрыву брекета. Также брекет может быть оторван в любое время ношения, если кушать жесткую еду. Когда брекет отклеивается, он может висеть на дуге или упасть в полость рта. Главное без паники, мир вокруг не рушится и вашему здоровью ничего не угрожает. Если брекет упал в полость рта, достаньте его и положите в баночку или пузырек, затем позвоните в клинику, чтобы срочно записаться на внеплановый прием. Если у вас брекеты с замками и отклеившийся брекет висит на дуге, пытаться снимать его не надо. Это сделает врач. Если у вас лигатурные брекеты, постарайтесь аккуратно снять брекет с дуги. Для этого нужно удерживать брекет одной рукой, а другой постараться снять лигатуру или резинку, которая фиксирует дугу к брекету. Прием после такой ситуации нельзя откладывать. Если вы потеряли брекет, то нужно срочно позвонить в клинику, где вы поставили брекет, и сообщить о потере, из какого зуба. Для этого надо посчитать зубы. Номер зуба нужен, чтобы врач смог подготовить новый брекет для вас. У врача может не оказаться запасного брекета, и его придется заказывать в магазине для стоматологов. Сейчас я вам покажу, как правильно посчитать зубы, чтобы сказать врачу. Все зубы делятся на 4 сегмента. Верхний правый он обозначается сектором 10, верхний левый это сектор 20, нижний левый сектор 30, нижний правый 40. Теперь еще середину зубного ряда. Его можно определить по уздечке губы. Напротив уздечки середина челюсти. В каждую сторону от середины можно посчитать зубы. Первый резец это 1, второй резец 2, клык 3, первый премоляр 4, второй премоляр это 5, первый маляр 6, второй маляр 7. Если у вас есть зубы мудрости, будет и третий маляр, это зуб номер 8. Теперь для доктора указываем сначала сегмент. Например, верхняя правая сторона, сегмент 10. Получается верхний клык справа, зуб 1,3. Если это все кажется слишком сложным, идем срочно на прием к ортодонту, ортодонт сам все посмотрит и закажет брекет. А вам придется приходить еще раз на фиксацию нового. Если вы проглотили брекет, ничего страшного, не нужно бежать к хирургу и делать операцию. Брекет не окисляется, он инертный, он достаточно гладкий и не повредит пищеварительную систему. Со временем он выйдет естественным путем. Бывает так, что ваш ортодонт в этот момент в отпуске, или вы сами уехали в отпуск. Если в клинике, где вы поставили брекеты, есть другой ортодонт, он вам поможет. Маленький секрет. Перед установкой брекетов выбирайте клинику, где несколько ортодонтов. Если вы сами в отпуске, свяжитесь с вашим ортодонтом, напишите или позвоните в клинику и уточните, вам надо искать ортодонтов в той местности, где вы отдыхаете или можно приклеить после вашего возвращения. Ответ знает только ваш ортодонт. В следующей ситуации открылся замочек у самолигирующих брекетов, то есть брекетов с замками. В этой ситуации вы можете попробовать самостоятельно закрыть замок. Посмотрите на соседние брекеты и сдвиньте крышку замка в сторону середины брекета. Если дуга мешает, прижмите дугу перед закрыванием. Не получилось? Звоните доктору. Он точно справится. На приеме попросите вашего ортодонта показать, как закрыть замок, если он откроется опять. Еще одна часто встречающая ситуация связана с дугой. Дуга выглядит как проволока, которая вставлена в брекеты. Дуга может сместиться или сломаться. При смещении дуга двигается вправо или влево и торчит из последнего брекета. Торчащий фрагмент дуги втыкается в щеку и вызывает боль. В такой ситуации вы можете попробовать самостоятельно сдвинуть дугу в противоположную сторону. Если не получится, идем к ортодонту. Если дуга сломалась, постарайтесь вытащить маленький фрагмент и срочно бегите к доктору. Бывает, что ничего не сломалось и не сдвинулось, но дуги травмируют щеки. В этом случае заклеивайте воском все, что царапает слизистую. Заклеивать можно и брекеты, и крючки, все элементы. Заклеивать можно и брекеты, и крючки, все элементы. Теперь расскажу про неожиданные ситуации, связанные с зубами. Часто на зубы наклеивают ортодонтические накладки, которые не дают челюстям смыкаться в прежнем прикусе. Если вы теряете накладку, самостоятельно помочь себе не можете. Вам нужен стоматолог. При неосторожном накусывании может появиться скол на зубе. Что с этим делать на этот вопрос, вам ответит ваш ортодонт. Если зуб не болит, а скол маленький, можно не сильно торопиться на прием, а задать вопрос про скол на плановом приеме. И самое неприятное – это травмы зубов. Брекеты делают зубы подвижными. Даже при небольшой травме может произойти вывих зуба. При этом зуб начинает сильно болеть и, возможно, увеличится его подвижность. После травмы надо незамедлительно попасть к стоматологу. Если ваш ортодонт не может вас принять срочно, вы должны попасть к стоматологу-хирургу или терапевту. Такие ситуации крайне редкие, и вы должны знать, что делать. Теперь о менее сложных ситуациях. Для перемещения зубов ортодонты часто используют резиновые колечки и цепочки. Цепочки надеваются на брекеты и используются для закрытия промежутков между зубами. Они могут рваться, страшного в этом ничего нет. Если ваш плановый прием в ближайшую неделю, на нем врач заменит цепочки. Если до приема больше недели, запишитесь пораньше. Резиновые колечки используются для челюстных перемещений. Обычно эти резиновые колечки доктор выдаёт пациенту для самостоятельного использования. Если у вас такое колечко порвалось, просто замените его. Если при чистке зубов в брекете застряла щетинка зубной щетки, попробуйте вытащить ее пинцетом для бровей или пальцами. Если не получилось, при плановом приеме ортодонт сможет вытащить щетинку. После снятия брекетов на зубы часто приклеивается несъемный ретейнер. Если он отрывается от какого-то зуба, вам срочно нужно попасть к ортодонту. Если не приклеить его в короткое время, зуб, от которого отклеился ретейнер, может сильно сместиться. При сильном смещении приходится опять ставить брекеты. Я рассказала вам про наиболее частые ситуации, с которыми сталкивается пациент с брекетами. Некоторые из них вы можете попробовать устранить самостоятельно. Например, закрыть замок у брекета, поправить дугу или заменить эластические тяги. Многие ситуации требуют неотложного посещения врача. Например, оторванный брекет, сломанная дуга, травма зуба или потеря ортодонтических накладок. Также есть ситуации, которые сможет поправить только доктор, но они могут быть решены во время следующего планового приема. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, пишите вопросы в комментариях. Если вы носите или носили брекеты, напишите нам о ваших форс-мажорных ситуациях и как вы их решили. Это будет интересно и нам, и тем, кто смотрит. Желаю вам счастливых улыбок и как можно меньше неприятных ситуаций, которые вынуждают обращаться к доктору. Субтитры подогнал «Симон»!